В Херсонесе Таврическом коллектив заповедника празднует победу. Новоназначенный директор заповедника, отец Сергей Халюта, взял самоотвод. Исполнять обязанности директора сейчас будет бывший заместитель директора по научной работе. Детали в сюжете. Конфликт, вызванный назначением отца Сергия в миру Сергея Халюты, директором музея Херсонес Таврический, завершился вчера его отставкой по собственному желанию. Своё решение про это иерей Сергей Халюта объяснил неприятием его назначения коллективом музея. Но, тем не менее, поблагодарил коллектив за работу. Я хочу поблагодарить сегодня коллектив музея за то краткосрочное сотрудничество. Я благодарен за то, что музей работал в штатном режиме, что вся документация необходима для перехода в федеральную собственность. Она готовилась и готовится. Это очень важно. Я благодарен вам всем, кто мне помогал в течение этого времени, кто работал. Сотрудники проводили Халюту аплодисментами. Они не скрывали своей радости по поводу принятого решения. По их мнению, отец Сергий человек некомпетентный в музейном деле, не имеет базовых знаний в научных дисциплинах, которые необходимы для дальнейшего развития музея-заповедника. Мы довольны, мы рады, что всё-таки сдвинулось с мёртвой точки. Наши как бы, как бы вот то, что мы ждали с 29-го Колобродила. И не только нас, весь город, понимаете, весь город поднялся. И тем не менее, маленькая мы подъезжаем. Вот видите, как все довольны. Сотрудники рассказали, что конфликт между церковью и учёными заповедника очень давний. Из-за монастыря, который располагался на земле Херсонеса, есть доля вероятности, что это назначение было вызвано именно желанием церкви вернуть себе эти земли и восстановить монастырь. Поэтому коллектив опасался, что при передаче музея в федеральное подчинение собственность музея, представляющая историческую и археологическую ценность, будет выведена во владение церкви. Конфликт давно вышел за рамки города, да и всей республики в том числе. Разбираться с конфликтующими сторонами в Крым прибыл министр культуры России Владимир Медынский. Он встретился с сотрудниками музея, а затем обсудил сложившуюся ситуацию с губернатором Севастополя Сергеем Миняйло. По итогам встреч был назначен новый руководитель. Им стала бывший заместитель директора по науке Лариса Седикова. Она будет заниматься работой по передаче учреждения в федеральное подчинение. По словам Владимира Медынского, это расширит возможности музея-заповедника как научного центра. Что даст вам федеральное переподчинение? Оно даст не просто некие кадровые гарантии, поскольку вопросы руководства будут решаться на федеральном уровне. Это даст в первую очередь и существенное улучшение финансового состояния. Мы особо ценим наше федеральное учреждение, это учреждение на лучшие. Зарплата в них выше, чем в других учреждениях. И многие, скажем так, бюрократические вопросы и финансовые вопросы, которые в рамках Севастополя, в рамках любого субъекта федерации, просто по объективным причинам решить очень тяжело, они, конечно, в федеральных учреждениях решаются гораздо-гораздо быстрее. На время перевода Музея федеральное подчинение Сергей Халюта войдет в Совет по делам Херсонеса, а также продолжит вести службу в храме. В это же время на территории заповедника не прекращают работу контрольно-ревизионное управление и Следственный комитет. В отношении руководителей заповедника Следственный комитет расследует уголовные дела, связанные с земельными вопросами.